Всем здравия! Этот ролик является продолжением темы о запасах продуктов питания. И сейчас я буду говорить о запасах воды. К примеру, две недели назад, это середина июля, в Североуральске из-за аварии с водопроводом, связанным с обрушением русла реки Колья, в городе не стало доступной питьевой воды. Воду давали по паспортам с пропиской 2 литра на человека. А коммерсанты, чувствуя легкую наживу, подняли цены на бутылированную воду в 2-3 раза. А где поднять не успели, полки опустили в первый же день. Вот вам и 21 век. Эта ситуация ярко показала недееспособность некоторых государственных структур. Так что людям пришлось рассчитывать на себя. Поэтому иметь запасы воды должен каждый. Вода это не тушенка и не макароны. Хранится она плохо. Объемы нужны колоссальные. И реализовать амбиции великого выживальщика мешают малые габариты городских квартир. Но все равно я пытался находить темные уголочки, в которые можно поставить пару бутылочек воды. Вопрос с водой не стоит так остро в частном сетке. Там или колодец, или скважина. Да и места под хранение существенно больше. В общем, есть где души разгуляться в приступе паранойи. Помнится мне, в советское время была развита система водонапорных башен. Но сейчас от них стараются отказываться. Хотя они давали самым быстрым набрать пару ведер в случае отключения воды. Сейчас в моем доме при отключении света в кранах моментально пропадает и вода. Получается ни света, ни воды. Для технических нужд я под ванной и за ней все свободное пространство заложил двух и полтора литровыми бутылками. Ну раз в год обновляю ее. Под питье все же запасаюсь покупной водой, которая по срокам годности все-таки может лежать в погоду. Можно, конечно, взять и купить бутылей по 5 и по 10 литров и набрать чистую воду из-под крана. Но есть основная проблема. Это хлор, который дезинфицирует воду. И страшен не сам хлор, а та химическая реакция, которая протекает при взаимодействии с пластиками. Многие очень плохо отзываются о хлорировании воды. Но чтобы все понимали, без нее никуда. Поэтому я думаю, что надо уделить ей немного больше внимания. Сразу скажу, это займет 2-3 минуты. И если вам эта тема неинтересна, то перемотайте видео вперед. Хлор является очень ядовитым веществом. В России хлорирование воды начали с 1908 года, чтобы борьба с холерой была более продуктивной. Хлорирование воды является эффективным средством борьбы с инфекционными заболеваниями по всему миру. В последнее время появились методы альтернативного обеззараживания воды. Но они дороги и не дают гарантию, что вода не будет инфицирована в процессе доставки до потребителя. Притом зная, как в России обстоят дела с коммуникациями. К примеру, в Перу решили исключить хлорирование воды, так как связали это с большим количеством анкобольных. И это впоследствии привело к тяжелой вспышке холеры. Вообще, основная проблема хлора в том, что он вступает в химические реакции со всеми органическими и неорганическими веществами, образуя хлоросодержащие токсины, мутагены и канцерогенные вещества и яды, в том числе и диоксиды. Со многими видами пластика хлорированная вода великолепно взаимодействует, насыщая воду вредными веществами, которые никуда не денутся при бытовой фильтрации и кипячении. Вот и получается, что большее значение имеет то, в чем вы храните воду и производите очистку. Так хлор опасен и имеет свойство накапливаться в организме при излишних дозах. Но одновременно хлор поступает в наш организм с продуктами и связан с важными жизненными процессами. Суточная норма потребления 4-6 грамм, которые попадают в наш организм с мясом, солью, молоком и так далее. 7 грамм в сутки вполне безопасны для организма по заверению врачей. Есть ситуации, когда мы вынуждены применять самостоятельную очистку хлором. Для этих случаев у меня есть хороший запас хлоросодержащих таблеток Аквабриз. Но также можно использовать и белизну, основным компонентом которой является гипохлорид натрия и щелочи. Активного хлора в 4% белизне содержится от 20 до 50 грамм на литр, плюс щелочный компонент. Хотя в дорогих продуктах может добавляться поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАФ. Например, для того, чтобы жидкость лучше впитывалась в ткань. Таким образом, чтобы очистить воду 4% белизной, на 20 л нам надо 1,5 мл белизны. Очистку лучше производить в стеклянной посуде. Добавляем раствор, размешиваем, выстаиваем 30-40 минут. После фильтруем, чтобы убрать невыветрившийся хлор и окислительные органические остатки. Хотя я еще бы и прокипятил, так как помню немалый список той органической дряни, которую хлор не зацепит. Пытался найти этот список, но не получилось. В общем, никогда кипячение не будет лишним. Лучшая тара для хранения это, конечно же, стекло. Но оно хрупкое. На второе место я бы поставил алюминий и качественную нержавейку. Но она дорогая. А уже потом идет пластик, который более доступен. И вот пластику я уделю большее внимание. На каждой пластиковой таре идет маркировка в виде треугольника из стрелочек и буквенно-цифрового обозначения. Первый вид пластика самый распространенный, но он для одноразового использования. При повторном же применении в жидкость пластик выделяет тяжелые металлы и химикаты, которые могут нарушить гормональный баланс. Второй тип. Это пластик очень жесткий и безопасный. Его выделение вредных веществ в жидкость по сравнению с другими минимально. Используется для хранения молока и моющих средств, а также для изготовления игрушек. Третий. Это пластик получил широкое распространение в быту. Из него делают тару для хранения растительного масла, игрушек для домашних животных и оконные рамы. Но несмотря на такую популярность, имеет в составе два опасных химических вещества, способствующих нарушению гормонального баланса. Четвертый. Очень подходит для хранения жидкостей, но становится опасен при нагреве, выделяя в жидкость вредные вещества. Пятый. Это жесткий пластик и одновременно хрупкий. Используется для разогревания пищи. Ну а шестой. Это пластик для одноразовой посуды. В ней ничего нельзя будет разогревать, так как выделяется токсичный стирол. Вот и получается, что нам для хранения под воду подходят только несколько видов пластика. Но не забывайте, что в этой воде не должно быть активного хлора. То есть, если вы эти емкости для хранения набрали из крана, то через несколько месяцев хранения вода перейдет в разряд технической, так как хлор вступит в реакцию с пластиком и насытит содержимое токсинами и тому подобное. Хотя на крайний случай и такая вода тоже будет употребляться. Придется рассчитывать на русское авось. И что доза токсинов не будет бить по здоровью так быстро и эффективно. А вот, чтобы чистая вода стояла как можно дольше, можно бросать в бутылку маленькие серебряные пластинки. Для таких случаев мне один знакомый бармен достает из пустых водочных бутылок серебряные жетончики. Хотя для этих целей подойдут любые серебряные изделия. Даже есть вот такая большая монета с поросенком, которую я хочу раскатать и использовать для больших тар. Перед тем, как в тару из пластика заливать чистую воду, бутыль желательно продезинфицировать спиртом или на крайний случай уксусом. И закрыть крышкой на некоторое время, чтобы пары раствора убили любые микробы. Набирать воду лучше с горкой, так чтобы было как можно меньше воздуха, когда вы бутылки будете закрывать. А вот если есть вероятность того, что вода в пластиковых бутылках может замерзнуть, то чтобы бутылки не порвало льдом, ее наполняют всего лишь на две трети. Так что запастись каким-то количеством воды у меня все же получилось. Так, чтобы была она на первое время. Вообще, квартиры в многоэтажных домах не приспособлены к собирательству чего-либо вообще никак. Но детский опыт игры в Тетрис дает возможность пользоваться пространствами квартиры более рационально. Я думаю, у вас тоже получится. Вот такое небольшое знакомство с моим опытом хранения воды. Понятно, что я не смог рассказать обо всем и раскрыть тему полностью. В комментариях мы продолжим обмениваться опытом и ошибками. Всем спасибо. Берегите себя. Берегите близких. Берегите. 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 Берегите.